Основатель ЧВК Вагнера Пригожин заявил, что его и ЧВК отстранили от вербовки заключенных. Значит, он говорит, к сожалению, проект по дальнейшему набору заключенных в настоящий момент закрыт. Я и ЧВК Вагнер полностью отстранены от данного процесса. Вот так. Так что, видите, тут война как бы не очень получается. Я, конечно, только радуюсь, потому что это просто нелюдь. Это нелюдь. Вагнер, не Вагнер, Пригожин со всеми Вагнером. Это нелюдь. Но давайте, вы хотите сказать, что это простое видео. Ну, пожалуйста. Я сегодня читала очень хорошего аналитика, эксперта Василия Жаркова, который сейчас живет в Вильнюсе. Он вообще из Шанинки. И как раз он тоже комментировал Пригожина. И вдруг он сказал мысль, которая меня совершенно потрясла. Вот он говорит, ну, Пригожин же, он историк, поэтому он сравнил его со всеми средневековыми негодяями, у которых были свои ватаги. Это как раз слово оттуда. И тут он говорит, что Пригожин уже вел к очень быстрому, стремительному развалу России. То есть на него смотрела элита и понимала, что развал гораздо быстрее, чем он мог бы идти. То я подумала, ну, черт, верните Пригожина. А развал нужен побыстрее. Вот такие вот мысли, конечно... Наверное, он украинский агент, как я предполагаю. Но вообще, вы знаете, в отношении Пригожина, если можно, не будем больше о нем говорить, вот есть фраза, я ее от кого-то услышал на моей другой программе, на прямом канале, кто-то из гостей сказал, это замечательная фраза, умный, умный, а дурак. Вот понимаете, умный, все вот как-то работает у него, вот это вот оружие, там у него, вы знаете, что у него даже самолет есть боевой, правда один, насколько я знаю, и этот самолет украинцы сбили. Вы можете себе это представить? Вот горе-то, не знаю, что он делает. Субтитры создавал DimaTorzok